Я ищу какие-то ниточки, которые связывают нас всех. Евгений Корнильцев-Быстринский свою фамилию оправдывает, зрит в корень. Он видит общее в разном – в культуре народов или вероисповедании. Пять лет назад мы впервые показали картины этого художника. Для меня это было открытие, потому что в такой манере, в какой пишет Евгений Витальевич, это называется загадочный реализм, у нас никто не работает. Он родился в глубинке в деревне Быстрый Галышмановского городского округа. Занимался спортом, но свое призвание нашел в армии. Был такой Ефрейтор Шурупов, он меня спрашивает, у вас кто-то умеет рисовать среди вас? Я говорю, ну я в детстве рисовал. А он был боксер, мастер спорта по боксу. Он говорит, ты будешь художником. От дембельских альбомов пришел к иконам. Работал в Москве, Красноярске и не только. Его картины есть в частных коллекциях в Европе, в столице своя мастерская, а Корнильцев-Быстринский живет в родной деревне. В 2014-м бывший клуб превратил в дом художника, который стал очагом культуры. Деревня Быстрая – это очень малая деревня. На сегодняшний день там порядка пяти дворов. Это действительно глубинка даже нашего провинциального Галышмановского городского округа. И эта глубинка, она овеяна и окутана теплом таких людей. Приезжают в Быструю и тюменцы за особым колоритом и вдохновением. Место это, помимо своей магии и тех людей, которые там живут, оно действительно небольшой вызов для обычного человека, даже не для художника. То есть там нет магазинов, там нет дорог, там нет связи, там нет интернета. Но там есть намного больше. Для кого-то окна, много повидавшие на своем веку, и старинные зеркала – просто хлам. Для художника – уникальная находка. Например, вот эту раму он обнаружил в заброшенном деревенском доме и превратил в драгоценную оправу для своей миниатюры кактус с улиткой. Познакомиться с творчеством художника еще можно. Выставка «Пятое время года» продлится до конца января. Наталья Жукова, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.